Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, подает сдачу, чек, бумажку и ручку. И говорит, распишитесь, пожалуйста. Я говорю, почему я за хлеб должен расписываться? Она говорит, ну вы же у нас это, какая-никакая звезда. Со мной случилась похожая история. Какой-то чувак на улице узнал, закричал, о, красный бурда, дайте автограф. Я говорю, да нет проблем, так у меня ручки при себе нет. Он говорит, сейчас найдем. Начал искать-искать, не нашел. Говорит, а ладно, нафиг не надо. Негромкие, снисходительные аплодисменты. Да, вполне уместно, спасибо. Мы будем вас знакомить с символистическим журналом «Красная бурда». Уже много лет журнал начинается с сенсаций. Крупные заголовки из последнего номера. Жена призналась мужу, что он у нее не первый, кто интересуется, первый он у нее или нет. Статистика знает все. Оказывается, 60% российских женщин имитируют мытье полов. 25% российских женщин не едят после шести рюмочек. А тем более после восемнадцати. Мы перестали пролазить в окна к любимым женщинам. В России 90% мест для выгула собак оборудованы качелями и детскими песочницами. Хотим обратить ваше внимание вот на что. Когда медикаментов не было в 19-20 веке, люди обращались к бабушкам. У бабушек на все было одно средство – заговор. При помощи заговора бабушка могла заглушить зубную боль, отлучить разлучницу. В общем, все, что угодно делалось с заговором. И эти заговоры настолько эффективны, что их можно применять и сейчас, в 21 веке, по самым разным поводам. Новые заговоры и привороты. Приворот мужчины. Записывайте. Как белье на веревке, как хлебушек в столовке, как спирт в пол-литровке, так и ты без меня сохнуть будешь. Как кожа сохнет без крема влажного, как концы волос секутся, да без бальзама ломаются, так и ты сохни, шелушися и ломайся, а лишь со мной знайся, всем занимайся, до смерти майся, да не в жизнь не оклемайся. Если приворот не помог, существует повторный приворот. Ты лети ко мне, соколик, ты люби меня, словно кролик, только чур, чтобы не алкоголик. Призываю я тебя до крыльца белого, до тела дебелого. Призываю не повесткой, хочу маме твоей стать невесткой. Ешь, пей из моей руки, перепиши на меня все долги, отвеси все синтуки, про других мужиков не просеки. Записали? Тогда еще один шепоток на расчетный щиток. Как мухи на лепешки, как на нерест рыбешки, как медведь на малину, как алкашик магазину, как винипухи на мед, сползайтеся, слетайтеся деньги на мой расчетный счет. Лавиной валитесь, как амебы делитесь. Но если начинается наш журнал с сенсацией, то заканчивается он, как правило, рекламой и объявлениями. Несколько коротких рекламных объявлений со страниц журнала «Красная бурда». Какая Марья без Ивана? Какая спальня без дивана? Спальные гарнитуры Иван да Марья, диван да тумба. Продам ветровку для юго-западного ветра. Выдерживает 3-5 метров в секунду. Порывы до 15. Продам ВАЗ-2108. Вложений не требует. Состояние сел и приехал. Кафе на улице Декабриста. Требуется бариста, гитариста и юриста. Зарплата в час по 300. Продам два лома для занятий тяжелой скандинавской ходьбой. Если мы не доставим вам пиццу в течение 30 дней, вы получите ее бесплатно. Срочно продам марки советские. Тема «Голые бабы» и «Присмыкающиеся». Приглашаем на работу в динамично развивающуюся компанию. Звоните прямо сейчас. Мы развиваемся настолько динамично, что если вы позвоните завтра, нашей компании уже не будет. На восьмом километре сибирского тракта сворачиваете направо после бань. Это если ехать из центра. Там будка собачья возле ворот серых. Вы их проезжаете, минуты три едете. Дальше увидите поваленное дерево вдоль дороги, трухлявое такое. И шина убитая. За ней сразу налево. Там шлагбаум. За ним сразу направо. А там уже на месте спросите дальше, где тут лесопилка, на которую требуется логист. Нужен теплый пол. Приду и посижу, где скажете. Спасибо вам, что вы нас выслушали и как следует отаплодировали. С вами был юмористический журнал «Красная Бурда».